Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! И снова я, как и Мурат Хадыров, один из основателей Народного Движения Демократического Выбора Туркменистана. Когда я говорю «снова я», я говорю специально для одного из туркменистанцев, чтобы он не расхолаживался, а привел себя в порядок. Уважаемые туркменистанцы! Как всегда, начало недели началось предсказуемых событий в Туркменистане. Это заседание Кабинета Министров. Как всегда выступал Мушиков, Хакимы вроде говорили обо всём, но ни о чём. О том, что они достигают или достигли того, что не сделали. Просто какая-то болванка, обманка народу просто, понимаете, монотонная речь, чтобы народ даже не слушал их. У меня есть такое подозрение, что Мушикова отправят по казахстанскому сценарию. Он будет скоро интерьером или мебелью. Но это опять-таки подозрение. А в среду и четверг у нас, уважаемые туркменистанцы, был нелегитимный президент, а может его двойник, встречался с лидером профсоюзов, с лидером аграрной партии, партии предпринимателей, молодёжного движения Махтумкули и задавал одни и те же вопросы. Одни и те же указания давал. Почему молодёжь не идёт в духе современных реалий? А что это значит? Ребята, давайте расшифруем, что такое духе современных реалий. В современной реалии эта молодёжь должна жить в раболепствующем состоянии. То есть они должны работать на кого-то, кого-то я скажу потом, позже, на кого. То есть они должны вести и влачить жалкое существование. К этому подтверждение, вот их отправляют на учёбу, они сами себе предоставлены. Государство фактически отказалось от своей роли. То есть они, родители, зарабатывают деньги, а их деньги не конвертируются, не отправляются этим детям, студентам. И студенты, естественно, чтобы выжить, кто там компьютеры чинит, кто хлеб печёт, а кто на панели выходит. И вы представляете, вот эти девушки, которые на панели выходят, они получат образование, а какой у них будет авторитет среди народа? Это целенаправленно ведётся к размытию ценностей, туркменских ценностей. То есть уничтожение туркменского народа. То есть геном, как вот говорил на изучении генома ковида, то есть геном туркменского народа ведётся к тому, чтобы их размыли. А именно уважение к старшим. А мы уже не уважаем, потому что институт Аксакал дискредитировал себя. Уважение к учителям. У нас учителя тоже в своём состоянии, я на предыдущем видео говорил. К врачам. То есть вообще уважение слова будет теряться. Точно такая же ситуация, что у нас находится в Туркмении. Люди стоят в очередях, готовы друг друга пырнуть ножом за сигареты или за те же пайки. А женщина, которая может крикнуть, вы что, если вы такие мужчины, почему не пойдёте перед площадью президента или каким-либо не потребуете, они сразу начинают, мужчины те же, которые готовы подраться, резаться друг с другом, начинают дышать с пятой точки. Не надо обижаться, это есть реально, это факт. Они настолько, они Бога не боятся, туркменистанцы, вот нынешний народ, а боятся мужчины, я имею в виду, женщины-то не боятся. А мужчины боятся вот этого президента. Когда этот президент уже нету, там сидит двойник. Вы что, не обращаете на это внимание, что ли? В случае Туркменистана, говорят, когда двойник превзошёл оригинала. Вот было заседание глав СНГ, на котором так приятно удивил. Речь произнёс без запинки. Вроде обо всём, но ни о чём. Но не было той гнусавости. Было через... там какие-то были моменты, когда гнусавости, но это было специально сделано, чтобы показать, что он есть оригинал. Но это же двойник. Это реально было видно, уважаемые туркменистанцы. А что это означает? Что Туркменистан сейчас фактически без главы. То есть кто-то управляет туркменистанцами. И это не секрет, управляет два человека. Жрамовые. Храмов и Жадан. Жрамовые их называют. Они управляют Туркменистаном. Они целенаправленно вели к тому, что туркменский народ на уничтожение. И я не устаю повторять пример великого тюрколога, русского тюрколога Гумилёва, когда он писал про Хазарию. Когда главу государства женили на своих, ну в данном случае Туркменистан не женили, а просто взяли в оборот два человека, предыдущих президентов, Сапор Мурада Ниязова. Ниязов думал, через этих двоих управлять народом. На самом деле эти двое управляли им. Когда до определенного момента дошло, они поменяли, поставили на Мария Нетку, Берду Мухамедова, Барби, пока он тоже их не устраивал. А когда он дискредитировал себя, они поменяли на двойника. Двойник? Вот посмотрите программу Ватана и поймете, что это двойник реально. Ну как можно помолодеть так? Ему около 60 с чем-то лет. Вот посмотрите, у меня морщины. Ну даже ботоксом, как говорят, сделают. Ну посмотрите, и Путину ботоксом делали. Но он есть Путин, по нём же видно. А у этого, понимаете, он молодеет и всё. Как будто водичку в жизни выпил. Так что вы должны просто приглядитесь, уважаемые туркменистанцы. Вы же без руководителя. Кто вами управляет? Захватили власть. Узурпировали. Двое людей. А для чего это делается? Вот смотрите. Страна богата энергоресурсами. Бог не обделил Туркменистан. Она на четвёртом месте по газовым запасам. Нефтью не обделила, минеральным удобрением. Население маленькое. Просто чудо, а не страна. Для кого это подчищается? Для кого уничтожается туркменский народ? Вы сами должны просто сделать вывод. И когда... Как вам сказать? Ну, защитники, не могу сказать, защитники там... Режимов, которые... Ну, работающие на режим люди. И говорят, вы хотите в Туркменистан сделать Сирию или там Ливию. Я вообще не понимал, почему они вот так говорят. А потом до меня дошло. Это они хотят сделать? До такого состояния довести? Почему? Вот смотрите, Ирак богатый нефтью. Тоже там всё разрушено. Проблематичная страна. Ливия богата нефтью. Проблематичная страна. Сирия была настолько прответающая. Проблематичная страна. Там война идёт. Для чего это делается? Просто чтобы... Легче. Этим запасами и ресурсами. Выкачиваться без ценок. То есть, они свои мысли априори хотят внушить нам. Что это мы делаем. А на самом деле это делают они. Вот посмотрите, Туркмении не осталось фактически ценностей никаких. Это вакуум такой. Вакуум для радикального ислама. Вакуум для других ходячих мошенниц. Вакуум для мафиозных этих структур. К этому есть предпосылки. Вон Афганистан рядом. Тоже для религии Афганистана рядом всё есть. Могут экспортировать, всё делать. То есть, страну потихонечку, медленно, но упорно ввергают в хаос. Для чего? Чтобы какие-то люди пришли, наши богатства туркменские извлекали и покупали за бесценок. Какие-то, может быть, эти покупали. Ну, я не могу конкретно, кто это сказать. А в это время наш туркменский народ друг друга поносит. Друг друга не уважают. Те же в оппозиционных движениях. А почему? Потому что они не государственники. Они думают о государстве, о народе. Они думают о кресле. Не правда ли, господин Градинер? Уехал, а до сих пор чувствуешь себя в кресле зампреда. Сидишь, как будто не уезжал. Точно так же и другие. Вы посмотрите. Кто-нибудь из них начал критиковать открыто, как ДВТ. Выходит каждодневно, ежедневно, по мере возможности критиковать, критикует этого нелегитимного президента, этого Мушкелия. Этих жрам. Нет. Они молчат. Они ждут, что кто-то придет, а потом к ним прицепиться или дискредитирует одного из них. И зайти в это. В ореол победы. Я просто смотрю на эту проблему, на Туркменистан ширше. Не так, как фокусируясь внутри. Я смотрю, откуда какие-то внешние силы работают. То, что карта Туркменистана это бита, это уже понятно. Это всем понятно, что это нелегитимный президент, его двойник. Это время пошло на часы. Ну, на месяцы. Что их не время все ушло. Там видно будет. Но кто играет на карте Туркменистана? Понимаете? Ну, вот вчера у меня было такое. Я сидел, сидел, смотрел. И есть такие люди, которые раз. раз. Я уже с два года целенаправленно бьюсь. У меня в Ютубе, у меня подписчиков где-то 3,860. А у них быстро за какой-то 6 месяцев или 5 месяцев подписчики более 20 тысяч. Как можно так поднять ресурсы? Понимаете? Это вам всем вопрос, чтобы вы думали, что карта Туркменистана разыгрывается сильным миром. Не надо говорить, что Туркменистан кому-то не нужен, никому не нужен другим государствам. Везде есть сфера интереса сильных государств. Везде. Но мы, Туркменистанцы, неужели отдадим? Неужели мы пойдем на это? Мы когда-нибудь задышим полной грудью? Вам не кажется ли, что Туркменистан целенаправленно размывает? Саму туркменскую нацию размывает? Чтобы их не было. Я вышел на эту тропу с прошлого года, 2019 года. Только из-за того, что я почувствовал угрозу туркменской нации. Если бы я увидел, что за 29 лет чиновники, которые вышли и которые сейчас видными операционерами стали, которые на Карнеги-холл продавали свою сторону, они это сделали бы ради Туркменистана, я бы на эту тропу не вышел бы. Я просто почувствовал угрозу для самой туркменской нации. Поэтому вышел на эту тропу. И мне жалко будет, если Туркменистан исчезнет, как Хазария. Вот это будет жалко. И сами себе, туркменистанцы, задайте себе вопрос. Справедливо ли это будет к вам, к вашим детям, к нашим внукам? Да, которые в Россию уехали, интеллигенция, им без разницы, они думают, что они нашли себе родину новую. Нет, вы там чужие. Здесь, в Англии, Европе тоже вы чужие. И в Америке. Кстати, американцам отдельный вопрос, что они там делают, некоторые, через эти, предлагая ВПНы. Ну, это на вашей совести. Поверьте. Поверьте. Если вы потеряете себя, вы потеряете связь с Родиной. А если вы потеряете связь с Родиной, вы потеряете своих детей и внуков будущих. Спасибо вам, туркменистанцы. До следующей встречи.